Привет, мой прогноз на матч Баруси, Дортмунд, Хофенхайм. Я знаю, что те люди, которые следят за мной давно, а таких очень много, вы ждете от меня какую ставку. Ну, давайте несколько секунд подумаем. Ну, конечно же, обе забьют. Вы включили этот ролик с ожиданием того, что Олег скажет именно эту ставку. Я уверен, что 99% моих постоянных слушателей думают об этом. Ну, либо же на Хофенхайм, может быть, фору какую-нибудь плюс один, да, к примеру. Честно говоря, я рассматривал оба этих варианта. Оба этих варианта, но решил их не брать. Возможно, не знаю, вот эта атмосфера на меня повлияла. Мой выигрыш в баттле против канала Топ Ставка. Но на самом деле нет, это все юмор. Здесь моя ставка Total меньше 3,5 за 1,91. Спросите вы меня, Олег, ты что? Баруси постоянно пропускает и забивает. Хофенхайм тоже результативная команда. Но нет, друзья, Total меньше 3,5. В последних трех матчах у Баруси Total меньше 3,5 проходит. Хотя до этого, естественно, там постоянно и обе зайдут, ставка заходит. Сменился тренер. Не скажу, что они стали играть надежнее в обороне. Нет, нет, это не связано с этим. Они-то в двух из трех матчах-то пропускали последних. И в последних матчах против Майнца, Майнц должен был забивать у себя дома. Там было много моментов у них. Нет, ну просто так получилось, что в последних матчах Баруси сыграла на ноль. Такое бывает иногда. Тут я больше сужу из-за игры Хофенхайма. Во-первых, кстати, у Хофенхайма последних четырех выездных матчах Total меньше 3,5 проходило. Несмотря на то, что они там иногда забивали, иногда только пропускали. В последних матчах они проиграли 0-3, 0-2 в гостевых. Но почему я беру Total меньше 3,5? Потому что я уверен, что Хофенхайм, Нагельсман, сыграет против Баруси в тот футбол, который он играет против Баварии. Я сейчас объясню, почему. Против Баварии, если посмотреть на последние матчи, Хофенхайм, наверное, лучшая команда в мире, которая играет против Баварии. Если смотреть последние сезоны, Хофенхайм два раза их победил со счетом 2-0 и 1-0. И в гостях на Альянс-арене в том сезоне 1-1 сыграл. Притом у Баварии не так много шансов было, я смотрел эту игру. Они играют очень грамотно против Баварии. Они не лезут на рожон, понимают, с кем играют, с кем имеют дело. И Баруси, в принципе, это команда приблизительно по уровню схожая к Баварии. И в рамках Бундеслиги это две самые титулованные команды по прошествии многих лет. И, естественно, в гостях, играя в Дортмунде, не будут Хофенхайм лезть вперед. Когда они играют против условного Вердера или Аугстбурга в гостях, они, естественно, будут идти вперед, много атакуют, создают моментов. Правда, в последнее время сериализации подводят их, но это даже хорошо для нашей ставки. Здесь они не будут этого делать, и поэтому я уверен, что немного не пропустят. Тем более, что у Баруси есть проблемы, в принципе, с забитием голов. Такое очень часто случалось до этого, когда они в Лиге Чемпионов играли. Ну и плюс им тяжело взламывать вот такую хорошую насыщенную оборону, которую, я надеюсь, Нагельсман устроит, выстроит в этом матче. Плюс у Хофенхайма, как и у Баруси, есть травмированные футболисты. Вагнер травмирован у Хофенхайма, один из ключевых нападающих. У Баруси вообще, как обычно, много травм. Да и, в принципе, у Хофенхайма в последнее время, опять же, не все здорово лаят с забитыми мячами. В последнем матче победили Штутгарт 1-0, еле-еле закатали этот мяч уже ближе к концовке встречи. В общем, тотал меньше 3-5, мне кажется, здесь ставка пройдет. Несмотря на то, что в последнее время и вообще в личных встречах обе забьют, часто проходят матчи с участием этих команд. Но, с другой стороны, последний матч в Дортмунде Баруси победил Хофенхайм 2-1. А этот счет нас устроит в данной ставке. Тотал меньше 3-5 за 1-91. В целом, это крутое событие, которое, я считаю, стоит брать. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк там в комментарии, пиши свои мысли. Ну и переходи, подписывайся на мои каналы. Телеграм, Инстаграм, Павлю ВКонтакте. Почему? Потому что там появляются прогнозы, которые не появляются здесь. На моем YouTube-канале везде прогнозы разные, поэтому подпишись везде, чтобы получать их бесплатно. Если хочешь виповые прогнозы, высокую проходимость, тоже можешь мне писать, и я к тебе предоставлю. Касаемо конкурса, тоже хотел вам напомнить. 10 тысяч рублей я разыграю в конце этого месяца. Будет ссылка на информацию об этом конкурсе подробная. Поэтому переходите, участвуйте в условиях простые, и можно на ровном месте получить неплохую сумму денег. Успехов! Переходи к просмотру в следующем видео.